В первую очередь хочется поздравить с победой. Как она далась и почему были два таких разных отрезка? То есть первая половина игры и то, что было потом? Да, я считаю, это не было, конечно. В конце второго периода, может, 4-0 повели, чуть, может, подрасслабились. Так, конечно, нельзя. Там последняя пятиминутка, забили два гола. Ну, я не знаю, может, какой-нибудь расслабились, не знаю, повели 4-0. Надо просто спокойно играть, не ошибаться и спокойно в обороне играть. Все-таки 4-0. Но, считаю, в третьем, в принципе, мы тоже нормально сыграли. В конце, конечно, вратарь у нас выручил несколько раз. Ну, молодец. Был момент, когда много шайб было подряд и, я не помню точно, четвертую или третью записали на вас. На повторе было видно, что автогол. Расскажите, что там происходило в гуще событий? Не, ну, я знал, что укуляш сразу забил. Я просто, я видел, он бросил от кого-то это тело. Я, в принципе, сразу видел. Если бы не попала какая-нибудь кружка, я почувствовал. Был такой вот, особенно первая половина второго периода, очень мощный. А за счет чего смогли вот так прибавить? За счет чего очень много шайб забили за короткий промежуток времени? Ну, я думаю, начали строго играть в средней и в обороне. И они начали ошибаться. И 5-4, и 5-3 мы использовали отлично. И 5 на 5, в принципе, забили. Но, я думаю, просто они начали атаковать, может, мощнее. Они начали ошибаться, удаляться. Мы забили. Когда в спецбригаде выходит Александр Попов, это вашему звену добавляет какого-то креатива? Ну, он же мастер что-нибудь добавляет. Добавляет. Только он пас, когда пишет. Только он пас, не может точно тренировки отдать. Все так нормально. Осталась последняя домашняя игра в этой длинной серии. Какой настрой, какие цели и что будете делать для победы в следующей игре? Восстанавливаться хорошо будем. И, ну, не знаю, завтра придем, потренируемся и, в принципе, будем готовиться к следующей игре. И должны выигрывать, чтобы с хорошим настроением уйти на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok